На российский рынок кроссовер Skoda Karoq вышел сравнительно недавно. Но его мировая премьера состоялась 4 года назад, поэтому сейчас пришло время провести плановый рестайлинг бестселлера. Тем более, что модель оказалась чрезвычайно успешной. За её короткую историю удалось продать более полумиллиона машин. В первую очередь обновление принесло Karoq у другие фары, которые изменили свою форму. Оптика стала светодиодной, а за доплату будут доступны матричные фары. Задние фонари сделались более узкими и также заполучили светодиодную начинку. У дорогих версий даже появилась анимация. Габаритные огни включаются плавно, а поворотники анимированы бегущей строкой. Замыкают список внешних изменений новые бамперы плюс решётка радиатора иной формы. Она заметно шире нынешней. Вдобавок внимательный взгляд подметит более крупный спойлер на крышке багажника. Любопытно, что сопротивление воздуху удалось разом понизить на 9%. Для этого чешская марка внедрила специальные колёсные диски. А у полноприводных версий появились специальные накладки под днищем кузова, что прикрывают топливный бак и заднюю подвеску. В интерьер внедрены новые материалы. Например, покупателям будет доступен экологический пакет, в котором некоторые элементы убранства выполнены из переработанного вторсырья, вроде пластиковых бутылок. Также внутри изменилась диодная подсветка, а электропривод можно заказать для обоих передних кресел, а не только водительского. Фирменный задний диван VarioFlex с продольной регулировкой и впечатляющей трансформацией остался опцией. Но вообще базовая версия стала богаче. Скажем, она обзавелась виртуальными приборами с 8-дюймовым экраном и фиксированной графикой. За доплату доступен более крупный дисплей, что позволяет менять отображение. В комплекс ассистирующей электроники добавлена система автоматического торможения при движении задним ходом. А вот список доступных медиасистем прежний, с экранами от 6,5 до 9 дюймов. Российские поклонники смогут оценить обновлённую версию Skoda Karoq совсем скоро. У дилеров рестайлинговые кроссоверы нижегородской сборки появятся во втором квартале следующего года. А приём заказов начнётся даже раньше. Обсуждать гамму двигателей пока преждевременно. Но сейчас, напомним, модель оснащается двумя моторами. Атмосферным 1,6 и турбированным 1,4. С более мощным доступен не только передний, но и полный привод. Продолжение следует...